Добрый вечер! Сегодня у нас очень насыщенный будет вечер. Сегодня мы будем вспоминать замечательного автора, литератора, поэта Михаила Анатольевича Куплевича. Гринградские белые ночи Я пешком потихоньку бреду. Мне судьба слишком часто прощает, пожурительно поставит на вид. Гляну влево, кораблик сверкает, гляну вправо, там ангел парит. Мы давно подружились с ним в песнях, и вдыхая отечество дым, то витаем мы с ним в поднебесье, то на грешном асфальте грустим. Эта грусть моей раны залижет, но останется в сердце изъян. Возле биржи серануф я увижу за рекою пеньковый буян. Вот бы там, возле моста Тучкова, мне хотя б твою тень повстречать. Ведь когда мы увидимся снова, через жизнь, через две, через пять. Здравствуйте! Мы начинаем вечер, посвященный Михаилу Анатольевичу Кукулевичу. Мне, Владимиру Альеру, выпала честь быть его ведущим. Михаил Кукулевич – это потрясающий, удивительный человек, огромного, многогранного таланта, и каждая грань в его жизни сверкнула ослепительно. Он врач, он врач с большой буквы, прежде всего педиатр, но и анестезиолог, и реаниматолог. Он признанный поэт, он замечательный бард, прекрасно исполняющий свои песни, не только на свои стихи, но и на стихи любимых русских поэтов, от Тридьяковского до Бродского. Он прозаик и эссеист. И ко всему этому он еще великолепный педагог. Сотни детей и взрослых слушали его курс истории русской поэзии. Все три века русской поэзии Михаил Анатольевич знает блестяще в совершенстве. Хозяйка сегодняшнего вечера – Ольга Ивановна Назарова Кукулевич, жена Михаила Анатольевича, она пригласила гостей, друзей, семьи, Кукулевичей. Но прежде чем выступят приглашенные гости, я прошу подняться на сцену Ольгу Ивановну. Здравствуйте. Спасибо большое за такие слова. Прежде всего я хочу, конечно, поблагодарить всех, кто смог сегодня приехать сюда в такое непростое время. Конечно, прошлый год и этот год были очень тяжелыми для многих из нас, самыми тяжелыми в моей жизни. Но мне очень хочется, чтобы сегодняшний концерт прошел сверстло и радостно, потому что Миша был очень светлым и добрым человеком. И с этим согласятся все, кто его знал. Мы прожили с ним вместе почти 40 лет. Познакомились в феврале 81-го года, когда Михаил Кукулевич еще жил и работал в Ленинграде, был достаточно известным детским врачом в городе. А я незадолго перед этим окончила Ленинградский институт и по распределению попала в один из НИИ Московской области. поступила в аспирантуру, была очень увлечена наукой и ни о каком перемене места жительства и не помышляла. И вот когда мы поняли, что хотим быть вместе, Миша принял решение о переезде ко мне в Старую Купавну на мое койко-место в общежитии, как мы с ним тогда шутили, потому что это была единственная недвижимость наша в то время. И та казенная. Вот так вот в 41 год он принял решение изменить свою жизнь коренным образом, уехать из любимого родного города, оставить там работу и приехать в совершенно незнакомое для него место. Если оглядываться из сегодняшнего дня на прожитую жизнь, то можно заметить, что его жизнь с переездом в Подмосковье разделилась на практически две равных половины. Первые 40 лет — Ленинградский период, и последние 40 лет — это Московский период. Ленинградский период, он был связан, конечно, с родным городом, где он родился в ноябре 1939 года, где двухлетним малышом пережил блокаду, самую первую, самую тяжелую зиму 1941-1942 года и выжил благодаря своей маме, где в январе 1942 года погиб его отец, молодой ученый-филолог. Откуда они в 1943 году уехали с мамы в эвакуацию в Кировскую область и потом в 1945 году вернулись, где он закончил школу, а потом педиатрический институт, откуда по окончании педиатрического института уехал работать на Сахалин, а в 1966 году вернулся с Сахалина, работал участковым педиатром, корабельным доктором, занимался наукой, был в аспиранторе у академика Тура, работал врачом-реаниматологом, заведовал педиатрической реанимационной подстанцией скорой помощи, которую сам же организовал. И вот в 1981 году он приезжает в Старую Купавну, которая, надо сказать, встретила его с распростертыми объятиями. Он сразу же получил должность заведующего детским отделением в Купавинской больнице, и вокруг него сплотились люди, увлеченные бардовской песней. Уже в 1982 году в Старой Купавне, в Дворце культуры завода Акрехин был создан клуб бардовской песни, в организации работы которого, конечно, Михаил Купавлевич принимал самое активное участие. Через малую сцену Дворца культуры Акрехин за два года с 1982 по 1984 прошли такие имена, как Виктор Берковский, Александр Смогул, Александр Суханов, Владимир Бережков, Андрей Анпилов, Михаил Кочетков, Вероника Долина, много бардов из Ленинграда и Казани. В мае 1982 года прошел первый слет недалеко от Старой Купавны на территории бывшего пионерлагеря Тимуровец, на очень живописной поляне. В дальнейшем эти слеты проходили на протяжении 30 лет и были названы в народе кукулятники. И вот где-то в середине 80-х годов Михаил Кукулевич получает предложение вести клуб авторской песни в Москве на Большой Полянке, в очень красивом здании, старинном особняке, в котором тогда находился дом детского творчества. К нему стали ходить московские школьники, старшеклассники, даже студенты. Ребята прозвали свой клуб «Особнячок». А одно из песен Михаила Кукулевича, написанное им еще в 1982 году, стало гимном этого клуба. На сегодняшнем концерте эту песню должен был исполнить Андрей Смитиенко, один из самых активных участников клуба «Особнячок». Но Андрея не стало. 27 августа этого года он умер внезапно от сердечного приступа до приезда скорой помощи. Ребята из этого клуба в память об Андрее и Михаиле Кукулевиче прислали нам видеозапись с исполнением этой песни. И сейчас они живут в разных странах. И в Израиле, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Канаде. Поэтому вы увидите сегодня видеозапись с исполнением этого гимна. Будут исполнять на видеозаписи два человека, но там наложены голоса еще двух. В титрах будет все указано. Я хочу прочитать несколько строк из этого гимна. «Веет непрочностью от непорочности Грешник святого надежней в сто раз Главное в жизни не хлеб и не почести Главное — беды, постигшие нас Главное — наше к ним отношение Наше достоинство перед судом Пусть нам подарит судьба поражение А до победы мы сами дойдем». Ребята говорили, что эта песня дала им направление на всю их жизнь. Конечно, Михаил Кукулеевич был очень талантливым человеком. Несмотря на свою такую интенсивную профессиональную деятельность, он завидовал, как я уже сказала, детским отделением, а потом завидовал детской поликлиникой в городе Железнодорожной Московской области, он очень много писал и стихов, и песен. Первые стихи он начал писать еще на Сахалине, а первую песню написал в 30 лет, он считал, что это достаточно поздно, в 69-м году. К моменту его приезда в Старую Купавну у него было написано около 50 песен на свои стихи, около 20 песен на стихи других поэтов. К концу жизни это число увеличилось в 10 раз. У него было написано около 500 песен, 250 песен, где-то приблизительно 250 на свои стихи, и такое же количество песен на стихи других поэтов. Кроме своей врачебной деятельности, он занимался и медицинской журналистикой, писал статьи для газеты «Больница», журнала «Наш малыш». И очень самый для него такой счастливый был период, который наступил в 2006 году, когда один из директоров московской школы пригласил его работать у них педагогом дополнительного образования. Он к тому времени уже был членом Советописателей Москвы, у него было опубликовано несколько поэтических сборников. Он с радостью согласился, закончил курсы педагогов дополнительного образования и стал вести в школе семинары по истории русской поэзии. Разработанный им курс «300 лет русской поэзии». Он проводил семинары как для школьников, так и для взрослых. К нему ходили сначала родители учеников, их знакомые, просто люди, интересующиеся русской поэзией. С 2014 года эти семинары стали проходить в помещении бриотеки имени Жуковского в Москве. Проходили регулярно, с периодичностью раз в месяц. Последний семинар должен был состояться 22 сентября 2020 года. Но 16 сентября Мишу госпитализировали с коронавирусной инфекцией и 25-го его не стало. конечно, я могла бы говорить о нем очень много и долго, но у нас сегодня вообще лимит времени. Я хочу в самом конце своего выступления прочитать текст песни, которую он написал в 81-м году, посвятил ее мне, тогда, когда мы поняли, что будем вместе. Ни к чему с судьбой спорить и водить, сводить былые счеты. У Никольского собора купола горят в полете. Загляделась колокольня воды Крюкова канала. Будет нам совсем не больно начинать всю жизнь сначала. Начинать всю жизнь сначала, как задумано судьбою. Воды Крюкова канала поглядим и мы с тобою. Некропленную колодой Нам любовь гадает встречи. И не зря мы смотрим воду, смотрим воду в этот вечер. И почувствовав печально запах осени нестойкий, попритихший театрально мы дойдем с тобой до мойки, а потом свернем направо, нам протянет Невский руку, мы поймем, что были правы, когда встретили друг друга. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дольше не балует, пусть от пустых нас избавит похвал, зная, что подлость хоть самая малая, лезет на самый большой перестан. Пусть нас научит не верить невежеству за влюбленность и сытых врачей, только пусть песен побольше до нежности предана нежности верным друзей, только бы, только бы, грустно и весело сердце стучало среди пустоты, только бы, дней на кровавленном месте не растерять нам своей доброты, только бы, в час, когда нам на прощание птицы лесные просвещу стихи, нам бы хватило и сил, и желания от шага отпустить их грехи. Выступает Александр Макаренков. Добрый вечер. Ну, я в первую голову поправлюсь немножко Макаренков. Антон Семенович ко мне имеет отношение только потому, что он педагог, и я по образованию педагог. Вы знаете, ехал сейчас на этот вечер, думал, что сказать. Сказать можно рассказать и поделиться очень многим, потому что за жизнь вот около сорока лет мы с Мишей были знакомы и дружны, и я так и не смог почему-то называть его Михаил Анатольевич или дядя Миша, как некоторые из наших авторов. Он для меня всегда Мишенька слегка проказник, слегка философ, но глубочайший души человек, с которым всегда интересно. Причем интересно всегда разговаривать абсолютно на разные темы, и мне кажется иногда даже, что вот до сих пор, что вот он уехал просто в Ленинград по делам или с очередными концертами, и вот сегодня такое ощущение, что я начну играть песенку, которую он любил, из моих песенок, он несколько выделял для себя песен, которые связаны с Ленинградом, и вот в этой песенке он всегда хватал все, что было под рукой, там, если мы сидели за обеденным столом, за каким-нибудь после фестиваля, во время фестиваля гитара шла по кругу, и он говорил, а давай вот биржу, тут же хватал алюминиевую какую-нибудь ложку или вилку, тарелку, и начинал отбивать ритм, поэтому вот я думаю, что мы должны рассказывать именно о человеке, который не унывал ни в какой ситуации, к которому можно было обратиться, и можно обратиться, я до сих пор обращаюсь внутренне, каждый раз, когда какие-то проблемы, такое ощущение, что какой-то провод работает, мы разговариваем, созваниваемся, и он помогает. над биржей белая ночь и чаяк черный салют, и облаков всех клочья дома, как птицы клюют, и тянут в небо мосты ладони каменных рук, а нам с тобою, мой друг, холодный ветер посты ладони мы греем души коньяком вдыхаем питерскую звезь усталый город как старпом на вахте здесь закрой глаза пойми волну услышь дыхание берегов поймай руками тишину из разноцветных снов закрой глаза пойми волну услышь дыхание берегов поймай руками тишину из снов потянет первый колок и пост снова начнет играть на скрипочке бог на маховой он живет и будет плыть до утра мотива липкий дымок потом взойдет на корабль и даст прощальный гудок лепкий лепкий Туманностью Старком прошепчет Да-да-да, я вам о том пою Уйти, остаться навсегда Или стать твоей туманностью Старком прошепчет Да-да-да И вот представляете Сидишь, поешь или стоишь, поешь И рядом Миша отбивает ритм Это же так здорово Спасибо Александр Макаренков Передает гитару Ирине Левенсону Ну, добрый вечер Здравствуйте Микрофон у меня тоже колонится Здравствуйте Здравствуйте Мы сегодня вспоминаем Мишу Кукулевича Он был очень теплый человек Вот удивительно теплый человек Я с ним не так, как бы, рано познакомилась Уже когда он здесь в Москве был, выступал И иногда наши выступления пересекались И на фестиваль мы ездили вместе с ним У меня есть его книги, он мне дарил Замечательная проза и очень хорошие стихи И вообще Миша удивительно глубокий лирик Я прочитаю одно его стихотворение Которое меня как-то очень тронуло Мне захотелось, чтобы вы его тоже услышали Вот оно Последний светлый день Сентябрь Исход Лицо подставить лень Последнему текло Что было, то прошло Как говорят в народе Какое там число Помолимся числу Вся наша жизнь идет От даты и до даты Хоть бейся на паре Не изменить пути И забегать вперед И отставать чревато Вот потеряешь ритм И можно не найти И можно не найти И потеряться Можно Границу перейти И не перейти назад А ветер шелестит В осеннике тревожно И солнце легкий луч Нам напоследок рад Вот такие вот Замечательные Мои дорогой Миша Я надеюсь, ты слышишь нас Я спою тебе Свою песню Она нравилась, Миша Он ее знает Такой осенний Роман с под названием Астры Сейчас, немножечко Свет музыкой, карман А мне согреет сердце Астры Лиловоды, чады, туман Они без узла Мне тревожат Цветут у лета на краю Их непричесанность Поражат На непрекаянность мою На непрекаянность мою Они увянут Это ясно Ничто не вечно Под луной И головой Играют Астры Во всем согласные Со мной Но нам еще Дождем умыться Найки на небе Солнце медь И сквозь намокшие Рисницы На этот мир Глядеть, глядеть На этот мир Глядеть, глядеть Синие тени Ищи звуки Все горши Прямые ароматы И остры Просятся мне в руки И неподвижные Стоят И мы не спрашиваем С болью Куда нас осень Занесла Лишь лепестки Дорожат Невольно Как рябь От тихого весла Как рябь От тихого весла Кому дукаты И пиастры Наполнят музыкой карман Там не согреют Сердцу астры Веловодичатый туман Они везут Словне тревожа Цветут у лета На краю Их непричесанность Похожа На непрекаяность мою На непрекаяность мою Спасибо На сцену выходит Андрей Анпилов Насквозь пробивает Как этот Ну ладно Попробуем вспомнить Добрый вечер Дорогие Миша Кукулевич Михаил Анатольевич Это мой крестный Вообще В этом деле В авторской песне Первый концерт Купавня И вообще Где бы то ни было Он сделал Мне В 82 году Причем На поразительном доверии Он меня ни разу Не слышал И не видел Юра Еремеев Мой знакомый И общий С Мишей Просто посоветовал Говорит Там парень Песни пишет И я приехал Стал ездить на концерты Услышал Мишины Прекрасные Песни И про ангела И про Петербург Мы острова Острова И все Я до сих пор могу Полотделения Или отделения Спеть Песенку Кукулевичу Потом Дружили В общем Дружили Мы общались И в концертах Вместе участвовали Я Писал о нем Прозы Несколько Три текста Два текста При жизни Один потом В 84 По моему Там 45 лет Был такой юбилей Какую-то Пародию Я по моему Написал Из нее Не помню ни слова Там Миша была песня По большой ордынке По большой поля Возит невидимка Маленькие санки Маленькие санки С узелком На спинке По большой полянке Водоль большой ордынке Вот у меня в пародии Был кулечек Такой Кукулечек Кукулевич С кульком Значит Очень трогательно Все это было Даже рисовал я его Тогда же Где рисунок Не знаю Вот Но Я сейчас хочу Просто Рассказать О том Идеальном случае Когда Мне его песня Просто помогла В каком-то смысле Спасла Вот Та вот Из Совсем простых Легких песен Про Машеньку Она мне просто Как жало Из сердца Извлекла И я тогда понял Что может Песня Ну была Да у меня Сорок лет назад Вот какая-то Машенька Все это Было И я В девятом году Написал На юбилей Семьдесятилетний Песню Строчка Я сейчас покажу Вот оригинал Песня Кукулевича Про Машеньку А потом Своё Посвящение И этой песне И Миши Опасно Машенька Опасно Мне к вам Опасно Привыкать Ведь Наша жизнь Тогда Прекрасна Когда Мне нечего Терять Когда Мелькают Наши лица В дни Откровения И лжи Когда Нам не о чем Молиться И вовсе Не о чем Тужить А с вами Машенька А с вами А с вами Мне не повезло От вас Расходится Кругами Такое Странное Тепло От вас Расходится Кругами Такая Тихая Печаль Не перед Вашими Глазами Как Перед Богом Отвечать Ну что Ж Машенька Прощайте Я вас Тревожить Не хочу Вы На старинный Стол Поставьте Плитом Подсвечники Свечой Пусть Тени Тихими Крылами Взлетят Над Нашей Тоской Вы Улыбнитесь Мне Сквозь Пламя Чтоб Я запомнил Глаз Такой И вот Песня Позывается Строчкой Если я тут Что-нибудь Увижу Попробуй Когда мы с тобой Нелегко расставались И слов было вдруг не найти Лишь стрелок Шаги часовых разодавались Был черный туман Впереди И сердца В сердце Навек Отрываю Шептал я Страху За строкой Вы Машенька Мне Улыбнитесь Сквозь Пламя Чтобы Я вас Запомнил Такой Ну 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 Вы Машенька Мне Улыбнитесь Сквозь Пламя Чтобы Я вас Запомнил Такой Холодная Комната Зимнего Цвета Окраина Снежной Москвы В любимых Стихах Пожилого Поэта Опять Перешли Мы На вы Твои Дорогие Черты Растворяюсь В словах Обращенных К другой Где Вечно Вы Машенька Мне Улыбаюсь И Я вас Запомнил Такой Му 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 Где Вечно Вы Машенька Мне Улыбаюсь И Я вас Запомнил Такой Ах Песенка Наша Недолго Поется В отчаянный Час Немоты Кому-то На память Строка Подвернется Которую Вымолвил Ты Знакомый Вдали Силуэт На пороге Живые Огни За рекой И Может Достаточно Будет В итоге Единственной Строчки Такой Му 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 И Может Достаточно Будет В итоге Единственной Строчки Такой Му 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 Счастливые жизни, счастливые года, Возлюбленной отчизне послужим, господа. Возлюбленной отчизне послужим, господа, Она у нас такая, Какую заслужили, хлопочет, орвал, да я. Над грязью и над пылью, и небо голубое, Мунтиров голубей на сыновей везло ей, и редко на царей, На сыновей везло ей, и редко на царей садиры, дуэлянты. Легко ли спать на печке, в кряске дилетанта, Ни место, ни местечко, а вечная дорога. В спасенье нам дана, не выморишь у Бога другие времена, Не выморишь у Бога другие времена, поверживая знамя. И лик судьбы печален, и вороны над нами, Три раза прокричали, неужто нету жизни? За гранью роковой, любезная отчизна, Что станется с тобой, любезная отчизна, Что станется с тобой. Декабристы — одна из самых главных тем Михаила Кукулевича. И Наталья Зевахина сейчас продолжит эту тему. АПЛОДИСМЕНТЫ События 14 декабря 1725 года. Декабристское движение. Вот эти события оказали влияние более чем на 100 семей Российской империи. 121 человек, чьи-то сыновья, братья, просто друзья, Молодые и не очень молодые мужчины, Были лишены гражданских прав. Пятеро казнены, остальные отправлены во строк в Сибирь. Женщины, которые последовали за своими мужьями, Княгиня, баронессы, По распоряжению правительства Российской империи, Были лишены дворянских титулов и привилегий, Ограниченных праве передвижения и переписки, Распоряжения своим имуществом. Дети, рождённые до этого события, Если жёны хотели отправиться за своими мужьями, Оставались в России. Александрина Муравьёва, Жена главы тайного общества, Северного тайного общества Никиты Муравьёва, Оставила в России троих детей. Они никогда не увидели друг друга. Колыбельные детям, оставленным в России. Спите, дети, Спите, дети, Не видать на этом свете Вам, не мать и не отца. От родимого крыльца Убегаем путь печальный Дальний, 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 дальний. Не видать ему конца. Спите, дети, Спите, дети, Светлый ангел Вас приветил, К нам за ручку приведёт. Снегом след ваш Занесёт Чистым-чистым, Белым-белым, Ель вам голосом Несмелым Песню ясную Песню ясную Споёт. Спите, дети, Спите, 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 Нас, Отцом, Вы не вините, Богу ведомы пути. Не свернуть Не свернуть И не сойти Спи, сыночек, Спите, дочки, Сердце рвётся На кусочки Боже, Праведный Прости. Прости. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выступает дуэт Григорий Шацкий И Татьяна Сивер АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы вспоминаем нашего дорогого друга Михаила Анатольевича Кукулевича. Нам судьбой было подарено общаться, наверное, немножко больше, чем просто мимолетные встречи, которые подарили очень много. Михаил Анатольевич научил слушать и понимать стих. И как поющий поэт великолепно это делал. И мы сегодня споём его песню. Музыка Музыка Мы совсем не интересны ни мотив и ни слова. Музыка 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 Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В заключении первого отделения несколько слов скажет руководитель клуба «Меридиан-М» Вадим Восковский Аплодисменты Книжки, диски Прошу обратить внимание на книжку Которая будет продаваться Она специально выпущена к этому вечеру Со стихами Михаила Анатольевича Буквально небольшим тиражом Буквально 50 экземпляров Антракт Прошу обратить внимание на книжку В этомшу Константpat Субтитров Буквально Анатольевич Поцел